Доброе утро! Смотрите, какая Маша просыпается сразу красивая! I woke up like this! Вот да, чтоб так было! Встала с кровати! А типа и макияжа нет! Ну это кто тебя знает, тот понимает, что макияж есть! Нет, ну кто видел совсем с утра! Вы даже услышали эту тонкую нотку такого просто! Типа... Ну я имею ввиду, представь, если бы ты в Инстаграм сейчас сделала... Все, кто в реальной жизни, они же знают, что ты накрашиваешь! Это как раз, чтобы вы понимали, когда вы видите в Инстаграм вот такую вот девушку с разбросанными косами по подушке в первых лучах солнца, это значит, что у нее уже перед этим было 2 часа подготовки! Ну да, уже 15 минут было! Ну да, Маша быстренько как-то... Кудряшки классно так стала делать! И я так понимаю, что времени у тебя не занимает! У меня там пишут, пусть Маша расскажет, кудрявый метод! А дело в том, что если я им... Ну, я им расскажу, конечно, но это абсолютно у меня такой экспромт получается, и это срабатывает, мне кажется, чисто из-за того, что у меня сами по себе волосы кудрявые. Ну вот у кого вьются волосы, просто нужно помыть голову и пожмакать их руками, и дать высохнуть без фена. Реально, я пробовала разные варианты, и в конце концов, я пробовала просто мыть шампунем, потом жамкнуть с кондиционером, кондиционером выжамкивать воду, именно не смывать вот так, а выжамкивать водой. Ну короче, усложняло себе. Потом я пробовала мыть голову, кондиционером жамкать, потом промывать водой, и ещё раз жамкать, и потом полотенцем, типа, жамкать. В итоге? Работает. В итоге вчера я вообще, конечно, получилось довольно пушисто, но всё равно получилось хорошо, и это было быстро. Я помыла голову, как обычно, шампунем, нанесла кондиционер, просто смыла, потом в полотенце перевернула голову, вот так, воп, собрала их, завязала, именно с гармошкой. Ну да. Сняла полотенце, поняла, что что-то не так, расчесала волосы, готова была уже сушить, я надо выпрямлять, а потом такая, а попробую-ка я. Разделала на две половины, просто пожамкала мокрые, и оставила. И получилось абсолютно то же самое, что... Я тебе сразу так и говорила, просто помой голову обычным способом, шампунем, потом кондиционером, полотенцем промокни, расчеши, а потом пожамкой мокрые, и всё. А сегодня ты как сделала? Я сегодня не мыла голову вообще, я просто намочила их и пожамкала водой. Это, кстати, офигенный способ, я следила за блогерами, которые делают кутербродный метод, и они рассказывали, как они его оправляют на утро, потому что оно всё равно мнётся, не залёживает, и какие-то растяиваются, разглаживаются. Просто ты идёшь в ванную, делишь волосы. Сегодня ещё лучше, чем вчера. Потому что вчера вот этот был такой экспромт быстрый, и он был пушистый, да. А сейчас я просто взяла воду, набираешь. Такое псих, что из парикмахерской только что вышло. Круто. Набираешь воду, вот так и жамкаешь, просто потом жамкаешь полотенчиком, и высыхаешь. Я всегда говорила, что тебе не надо выравнивать их, наоборот, делай их естественные, тебе классно так. Мама, ты не знаешь, они будут пушистые, будут некрасивые. Ладно. Их можно сделать, типа, более правильно, со стайлингом, и сделать забитки. Типа... Ну это будет уже прям укладка, это полдня. Если пёси, которые делают конкретно, на какой-то момент, то знают, как это работает, посмотрят на мои волосы, и они скажут, «Господи, что ты сделал?» Но все, кто этого не знают, смотрят, и им нравятся мои натуральные кудряшки. Класс. Я тоже так рисовала. Мне очень нравится. Как у тебя жарно дома, мама. Ты ещё ешь горячий суп? Ещё ем горячий суп, ещё я уже накрашенная, ещё у меня распущенные волосы, мне уже всяковка. Кстати, я Машу кормлю своей новинкой. Это мисо-суп. Ну, по моему рецепту, я его просто так назвала, чтобы красиво назывался. Но Машка заценила, сейчас расскажет свои эмоции. Боже мой, посмотрите. Вот просто заколола палочкой. Повернись. Заколосила? Да. Повернись другой стороной. Это не очень. Мне кажется, там несколько не очень. Нет, там вот этот кончик висит, очень, ну, как бы, хочется его повыше. Короче, больше закрутить. Но впереди супер, вот эта кудряшечка висит. Прикол в чём? Когда ты делаешь кудрявый метод, ты можешь вообще не париться о том, как выглядят твои волосы. Ну, вот я не знаю, если... У меня не всегда сейчас получается пушистые стебрасти, они часто всё равно пушистые, но это на работе. Мне кажется, у тебя просто, они сейчас в шоке от того, сколько ты всего с ними разного делаешь, и они ещё не поняли, как им надо быть. Если бы ты всё время их так делала, они бы улеглись, и были бы все кудряшки только. Ты можешь вообще не париться, как их завязать, потому что ты просто как... Да! Боже, наконец-то она это поняла. Я всю жизнь завидую людям, у которых кудрятся волосы, потому что даже если их мало, их много. Вот, посмотрите. У Маши, конечно, побольше волос, чем у меня, но всё равно меньше, чем когда-то было. И вот так вот этого незаметно. Реально шапка волос. Как тебе супик? Вкусно. Очень вкусно. За счёт вот этих нори, реально кажется, что он очень похож на мису. Но вот этого соуса нет, поэтому он ощущается другим супом, но очень похожим. И очень вкусным. Яйцо добавляет в сливности. Их тут два, поэтому ты мне дальше с головой. Бульон очень вкусный. Короче, сюда ещё сыр тофу, и всё, идеально. Но вот сейчас... Очень вкусно. Там я туда добавляю приправ. Разных много. Карри, куркума, сухой чеснок, сухой лук. Ну, вот эти приправки именно. Чёрный перец, чили перец, там чуть-чуть есть даже. Короче, много-много всяких приправок. Ну, соль, естественно. И получается вообще очень такой насыщенный. А ещё это непростой бульон. Сам по себе бульон непростой. Подожди, да, я доеду? Доедай, да. Я вот жду, пока ты доеду. Но меня уже все спрашивают рецепт этого бульона. Я уже о нём заикалась. И многие спрашивают рецепт. Рецепт, рецепт. Я там ссылки всем скидывала. Это очень... Ну, ладно, я потом расскажу. Ну, тебе понравился суп? Это очень вкусный и мега полезный суп. Из какой части и чей это бульон? Подожди. Ты же знаешь, как я отношусь к мясу и вот этому всему. Я же это всё не люблю. Кроме из мяса? Нет. А, тогда не страшно. Говори, очень вкусно. Костный бульон. Я же не знала, что тут всё равно что-то есть. Костный бульон из куриных костей. Ну, то есть, не костей. Куриные крылья, куриные ноги. Ну, ноги не вот эти, не лапы, поняла. Именно ножки куриные. Похотно этому. Ножки, куриные шейки и крылышки. И всё это варилось 24 часа. То есть, с костями. Кости раскладываются на аминокислоты. И вот этот вот костный бульон, он мега крутой для волос, для ногтей, для кожи. И для суставов. Особенно, ну, кому за 30 там хрустят уже коленки, суставчики, пальчики. Так сейчас у всех хрустят, и у детей тоже. А если хрустят, а мне ещё не за 30? Да, да, вот. Пей, пей. Вот такой бульон. Это просто поднимает ферритин, гемоглобин. Я не думаю, что я тупый кондиционер, иначе я сейчас растаю. Прости, но суп ещё изнутри меня прорейте. Иди в душ. Я только что была! Спасибо, было очень вкусно. Посмотрите на эту девочку. Я хожу, хоть какое-то сопротивление ветра создаю себе просто, чтобы... чуть-чуть осхладиться. Мама говорит, что она не попустит удлинитель. Скажи, это моим подмыхом! Нужно включить кондиционер, а для этого нужно оттуда провод. Не, я не знаю. Короче, короткий провод, и у меня нет удлинителя. Я ходила по кругу. Мы с вами поняли, что у нас как-то очень по-разному... Термостат работает. Тепловой обмен у нас отличается. Хуже жару приношу. Может, потому что я привыкла... Да, в дуборе жили всё время. Регулировка другая сейчас. Термостат. А ты, может, будешь искать, я тут, пожалуйста, удлинитель? Я не могу. Мама! Так его нет. Детом, что один удлинитель здесь, и тут подключен аквариум. Я не могу им выключить воздух, понимаешь? Воздух. А мне ты можешь, значит. Здесь вот подключен компьютер у меня. Вот второй удлинитель. Ну, тоже как бы... Так что надо отсюда... И роутер. Не будет интернета тогда. И воздух? А сюда нельзя воздух включить? Выровни спину. Чёрт. Мне так сложно сюда сидеть. Мне же дышать тяжело становится. Мои лёгкие привыкли находиться в таком состоянии. Вот. Это очень плохо. Надо приучать их в нормальном состоянии. А для этого нужно делать упражнения, для растяжки грудной клетки. Да. Вот так опирайся об стеночку ручкой одной. И вот так вот тянешься. Да. Потом другой. Двенок. А что я здесь сижу? А там же... А я не знаю. Там кондюр уже давно работает. Пошли. У меня сидит клубнику точек. Блин, какое красивое платице. Вау! Я сказала правильно. Вообще. Ой, а с этой мисочкой ты прям настоящая колхозница. Все там таких колхозниц вот это встречают. Да. Таких клипок только снимают, понимаешь? О, все. Я сейчас тоже буду есть клубнику, наконец-то. Классная клубника. Классная? Да, сейчас еще домашняя. Потому что маленькая. Вот эта вся большая клубника, это все отстой. Вот такую нужно. А я тебе не шучу. Вот такую клубнику. Это типа... Нельзя такую покупать. Это не одна такая была случайно попавшаяся. А целый лоток. Вот такой клубники. Лучше такой. Ее, наверное, говнее единорогов выращивают. Не знаю. Как еще такое может быть? Боже, какая вкусная. Она как малина сладкая, как земляника. Причем какие-то похожи на землянику. Ага. Очень прям. Супер. Надо было брать килограмм. А фото сделаешь. У меня зацепка была на ногти, я ее исправила. И готова ехать к папе. Все, давай, я жду тебя завтра, да? Да. В обед приеду. Не в обед, а утром. Ну, это вообще, я просто считаю с обедом. В 11 это обед? Ну, ладно, не надо. Ладно, все. Давай, хорошо вам там провести время. Спасибо. Покушать огурчиков, помидорчиков с огородика. Да. Терешинку, наверное. Ой. Ну, пока. Чао, какао, папе привет. А вот такое платьице у меня еще есть. Мы с Артемом, вон она же ждет. Едем сейчас, попробуем где-нибудь все-таки покупаться. Мы хотим найти воду, где она не зеленая. На улице такая жарища, что грех просто не пользоваться случаям, не купаться. Эта штука приехала из Таиланда. Я хочу опять в Таиланд. А машина какая белая. Какая, а фары какие чистые. А кто это так машину помыть? Классно. Отмыли машину, и я царапину. Было. Было? Да, он же показывал ее. У меня краска белая есть, а мажем аккуратно. Приехали к Артему на работу. Все, можешь выкидать. Мне ничего не жалко. И тут вот много все. Бум-бум, выкидать? Да, это вообще не мое, не знаю, чью-то. На, вот еще, смотри. Бумажки. Что это? Приму. Стой. Пользуюсь случаем. Я сюда вообще ничего никогда не складываю. Это не мое. Сейчас поедем еще по работе Артема. Он какие-то диски или резины что-то будет покупать. В общем, он каждый день покупает что-то для своего магазина. Это так вот у людей. Бэушку. И потом продает. Чуть-чуть гаража. Ну и плюс, малая резина, конечно, у него. Тоже раз в неделю приезжает товар. Идет раньше на работу, разгружает. Вот это все. Когда-то отправил меня к нему на работу. Ключи какие-то нужно было забрать. Я еле эту дверь открыла. Мне тут весь базар помогал открывать эту дверь, а потом закрывать. Куда-то опять приехали в какое-то странное место. Никогда здесь не была. С Артемом хоть покатаюсь по Черкассам, по районам, где никогда не бывают. А, не, была вон, ветаптека, узнала. Просто с другой стороны заехали. Я сегодня полдня занималась тем, что искала по всему интернету опять масло Кхиз в себе, рапсовое масло, пищевые дрожжи. Ну, короче, все вот эти вот мои суперфуды, которые я использую постоянно. И они все продаются в разных магазинах. Блин, ну неужели нельзя один магазин найти, где все есть? Те, которые я купила на рынке, помните, я вам показывала маленькие такие. Это дрожжи, пивные дрожжи. Просто они активные, пивные дрожжи. Ну, короче, не то это немножко. И они горчат, они горькие. Я добавила в суп себе, думаю, сейчас сырный вкус будет. Это нет. Короче, за 8 гривен Г не подходит. Так, а у меня процент будет? Я так и стал, как я хотела сказать. Посмотрите. В долях у тебя уже надо брать. Посмотрите. Да, в Opel бы точно не поместилась. Надо что-то думать. Надо что-то думать. Наверное, надо брать в компаньон. Есть миллион? Миллион? Да. Чего? Ой, какие у меня штучки. Ладно, за вот эти штучки могу тебя возить? Да? Да, можешь вернее ты себя возить. Нет, так могли и мою взять. Я же не знал, что я... Я останусь, пыли, вот что ты мне молнион задарил. Да, два мороженого сегодня опять стоптал. Вот такие. Сникерси баунти. Вот такие. Да, в Сникерси, значит, 747 килокалорий на 100 грамм. В баунти 500, там что-то еще чем-то. Два сразу. Так я же работал. Физически. В общем, едем, сейчас будем купаться голышом, сказал Артем. По-моему, все уже покупались и едут домой. Артем в шоке, говорит, как мы назад уедем. Да, они все уедут к тому времени. Дождь еще не начался, так что у нас есть все шансы зайти сухими в воду. Ого, просто посмотрите, сколько народу. Ого, отпад. И там, это уже давно мы едем, и столько людей везде на протяжении всего нашего пути. Посмотрите. Куда едем или идем? Ты просто тут паркуйся и пройдемся. Вообще, ты решай. Вечно спрашиваешь меня, куда ехать и где парковаться. Я не хочу думать, когда сижу на этом сиденье. Думай ты. Зачем ты так, ладно, ехать куда хочешь. Женская логика. Не спрашивай меня, а зачем ты туда едешь? Завернуться сразу или не надо? Ну, опять, видите, это всегда происходит. И мне приходится напрягаться, а потом он говорит, а может не надо. Да, народу много, я надеюсь, вода хорошая. Да, людей, конечно, как муравьев. А муравьев, кстати, тоже очень много. Я надеюсь, на берегу их хотя бы нет. Ох, уже курсает. Ой. Не маленький. Ой. А может проедем дальше, где песочек? Ну, вода не зеленая. Просто здесь муравьи, мы потом нормально не сможем даже... Уже он кусается. Ну да, высохнуть. Ай. Все, я назад. Я назад. Капец. Как люди сидят тут. Ужас, тут сплошной муравейник. Просто такого раньше не было. Они сидят вон за столиком. Нашел, Артем, место с песочком. Просто? Да. Артем уже пошел без меня. Так, пробуем воду. Теплая. А тебе холодная? Артему, кстати, всегда вода холоднее, кажется, чем мне даже. Представьте. Я вообще не знаю. Потому что у нас яичко. А. А у нас тоже. У этих сильных и независимых тоже. У сильных и независимых канделяр. Короче, вода супер. Животик почти не поджимается. Это у меня этот барометр. Песочек гладенький. Никаких водорослей. Я вот не люблю такие пряжи, потому что здесь обычно водоросли. Но нет. Сейчас нет. Ой. Скажи, что-то на что-то наступило я. Водорог. Ну, куда ты тогда влёку от меня ушёл? Мне уже холодно. А-а-а. Встал. Что ты? Стою на какие-то штуки. Так надо как нормальные пацаны. А-а-а. В тапках. Чтоб ногу не порезать. А тебе тапки? А-а-а. Нет. Ой, ну где он с матрасиком, смотрите. Молодцы. Что ты, Артёмушка? Может, и там сегодня нет зелёной воды? Скорее всего, да. На том нормальном пляже. Чё? Человеческом. И потому что... А это что-то я нечеловеческий. Тут слишком много людей. Давай как-нибудь вечером на Робинзон съедим. Ну, он Диму с Машей приглашает. С Машей. Фу, с Катей. А Диму с Катей? Да. Четвером? Ну да. Что, вдвоём? Хорошо. Со мной, короче, ему вдвоём неинтересно. Ему бы и Дима. А он сразу... А Дима будет? А Дима будет? Да. Ты что, выходишь? Нет. Я хочу поплавать. Ну, так плавай. Так тут мелко. Я тоже... Ха-ха-ха. Волна взялась. Наплавал? Мочила в уши себя. И вот тапочки держат. Короче, супер. Сблазь мечта идиота. Я целый день сегодня хотела... А ты полотенце брала? Нет. А чё? Я не пользуюсь никогда полотенцем. Ты же пользуешься, а чё ты не взял? Я об этом не помню, потому что мне ну не надо никогда. Ну, когда мы часто начинаем ходить на пляж, я потом... Думаю, я там шёл. Артём же полотенца хочет всегда, а у меня его нет. И начинаю брать. Ну, мы первый раз вот купаемся вдвоём. Сейчас мне будет холодно, ветерок подул. Сейчас ещё и ливень начнётся. Передавали сегодня грозу с градом. Прикиньте, целый день такая жирщика. Откуда сейчас град возьмёт? Но обычно, если передают, то так и есть. Мужики, да, стоят, смотрят, думают, чё она, дура, с камерой прошла в воду и снимает себя. Им этого не понять. Это вы меня понимаете, потому что вы понимаете мой образ жизни с камерой. А везде вода холодная. Да. А это... А по рынку, когда хожу, где покупаю продукты, там вообще... Ну, вы видите в кадре, наверное, а потом, когда монтирую, смотрю. Всё-таки опа, вглядываются, смотрят. Некоторые даже что-то потом подходят, спрашивают, когда я выключаю камеру. Кто спрашивает? Я говорю, два мужика стоят и наблюдают, что я снимаю себя. Интересно, что это я так долго снимаю? А на рынке я когда хожу, покупаю продукты, на меня там вообще все смотрят, как на, не знаю, кого. Инопланетянка, да. И на прищеление. Да. Просто я потом монтирую, смотрю, они в кадре сзади. Я прохожу мимо камеры и все такие, вот, лоб, знаешь. И знаешь, что надо сделать, когда если вдруг ты пукнула, рядом возле незнакомого человека. Вот, всё ты сделал, всё так. Опа, и можно пшить. Это, я смотрю, ты часто так делаешь. Булька я такая. Это... Ты гороха набрала. Я взяла с собой горошек, тот, что вчера купила, и два ппшных батончика. Знакомые? Да, ну, подождите. И что, не хочешь пересекаться? Вообще не хочу, блядь. Нет, отлично. В общем, ребята, кто там сегодня отдыхал и смотрит этот влог, он с вами не хочет видеться. Будет тут сидеть, как бармалей. Потому что вы ему неинтересны. Или мне как-то... Или мне некогда, или вы мне неинтересны. Просто замечательно. Вообще так не было, как стало, как кажутся у нас в Украине. О, Супермен, смотрите. Животик подтянул сразу. Опа, опа. Всё, ещё держит животик. У меня сам держится. Сам держится, ладно. Мы уже высохли, переоделись. Бум есть. Вика взяла тушеного утенка, пол кролика и... Я вообще в последний момент это всё втюнула. Майла ничего не брать. Начнём с горошка. Потому что он не сладкий. Почему-то. Так наделаешь, что он будет сладкий, а он... Ты сама его выбирала, русского? Купила. Уже он русский. О, это он уже это... Он... Скажи, я скажу. Старенький. Старенький и уже привял. Вообще-то странно. Горох вы только-только появился, когда он успел стареньким стать. Не знаю. Потому что надо брать его в стручках, а не так. Одинаково. Нет. Что в стручках? Я тебе приведу. Этот стручков достали. Точно так же у него лежал в стручках. Я могла взять в стручках. Этот же самый. Смысл. Он обветривается. И портится. Становится невкусным? Да. Горьким. Ну, не знала. Горьким. А вы знали? Если горошек достать, он на завтра что-то в горьке станет. Ну, можно есть все равно. А то, тебе какой? Зеленый или розовый? Нет, там где шоколад есть. Вот тут есть. Да. А, отящим у меня Лишкова Гадерова. Плоды Лишкова это с Кэрабом. Кэраб это какао. Точно? Я посмотрю, что. Нинжир? На. Нинжир, яблоко, рудзинки. О, на вид даже как шоколад. Да. Ну, ты же попросил с шоколадом. Я тебе видала. Ты скоро переедешь в село у нас. Есть вот подчеркасса. Будда называется такой. Знаешь, там все в ппшные. Да? Да. А ее отречен нет. Там интернет есть? Нет. Зачем? Ну да, они же отреченные. Они там и без одежды ходят. Да? Угу. А сколько ты знаешь? Рассказывали. Дима? Нет. Дима откуда знает? Он еще маленький. Он ему знаешь, сколько ему лет? Как ты думаешь? Ты просто общаешься с Димой. И не только. Дай попробую. Как ты думаешь, сколько Диме лет? А ну, дай попробую. О ком? А каких ты знаешь? Нашего Диму и твоего на работе, который. Нет, нашего. Это кисленькое, кстати. Прикольное. Угу. Ну, это тоже. Исты можно. Да? Похоже на. Завернутую фальву. Все сказал? Дать воды. Да. Если можно, но... Он не поедет, чтобы не сказать но. Ты знаешь, сколько лет, Диме? 32 где-то. 33. 33. Он еще писюн мокрожопый. Мне 40 скоро будет. Я на 7 лет на него старше. Писюн мокрожопый. Он должен мне на вы и шепотом. Угу. Классная штука. Да, и много не съешь. Лучше, чем мороженый. А если его заморозить, он будет как мороженое. Да. А мы преследуем одного человека, очень известного, популярного. Сейчас, если мы его догоним, мы вас с ним познакомим. Хотя, конечно, большая часть моих подписчиков его знают. А ну, отгадывайте, кого мы могли тут встретить. Вот сейчас машину видим, он нас не видит. Пишите в комментариях. Пишите в комментариях, как вы думаете, кто это. Так, чтобы не палить номера, а то сразу узнаете. Уже спалило. Как можно по номерам узнать человека? А, ну да. А, блин, как бы вот этого обогнать? Не обгонишь никогда. Ну, там уже его, наверное. Там мы его сравняемся где-то с ним. Сигналь. Он там проедет? Нет, он машин. А. Все, проехал? Едет, едет. Ну, тебя, тебя... Здравствуйте. Сложно не заметить. Тихонько. На двух камерах, ребята. Вот так вот. Встретились. Как дела? Все хорошо? Да. Все. Давай, пока. Да, с номерами папа. Тяжело не заметить, конечно, машину. Артем даже замечает, причем сразу же, вот с первого взгляда, если я вдруг накрасила другими тенями, тенями глаза. То есть на оттенок чуть-чуть другие. Он... О, ты что, по-другому накрасилась? А нет, даже не так. О, у тебя другие тени? Как? Это, ну, просто мне не вкладывается в голову, потому что я очень по натуре невнимательный человек вот к этим деталям. Вообще, я могу целый день ходить с мамой там по магазинам, а потом вечером не вспомнить, в чем она была одета. Вот так. Это у меня с детства. У мамы точно такая же фигня. Ждем. Львы, они все такие. Лев. Мне сейчас нужно записать начало к одному особенному видео. Передумала. Очень слышно, как машины ездят. Прям, я их много очень. Артем говорит, ну зайди в лес, а там клещи. Я не хочу клеща подцепить. Мама двух клещей с себя сняла недавно. Вот, когда на вокзале меня ждала. На вокзале. А мы приехали в маковое поле. Маков, правда, осталось немножко. Есть. Ой, маки невкусно пахнут. Вот, ну, хотели красивые фоточки поделать, но маков уже реально мало. Бурьян один. А мы с вами перемещаемся ко мне на кухню. И я тут готовлю, запекаю овощи. Смотрите, здесь у меня картошка. Она, кстати, 5 минут проварилась у меня. А здесь у меня кабачки, батат. Даже зеленый лук есть, морковка. В общем, все это вот так вот рядышком туда высыпаю. Все это у меня смазано маслом. И специи, чеснок. И картошка тоже. Хочу много запечь, чтобы сегодня поужинать и завтра было на завтрак. И с собой и Артему на работу, короче. А мясо на маньяку? Ты сказал, что вечером мяса есть не будешь. Помнишь? Я уже забыл. Мы решились, что утром ты ешь мясо, в обед ешь мясо. А вечером можно как-то и без мяса. Есть мясо, давай греть. Мне не жалко. Я это сделала. Слушайте, ну, конечно, одно удовольствие готовить, когда такая жара. Особенно в духовке. Что-то я не подумала. Нужно было другое блюдо придумать. Потому что сейчас так тут жарко. Ну, все нажарилось. Сейчас это где-то, ну, не час, минут сорок это готовилось. Вот, получилась эта картошка отдельно. Потому что Артем это вот не очень любит, картошку он хотел. А это мне больше. Кабачки, там, всякие морковки. Да, это кабачок. Фух. Короче, я уже есть не хочу, пока я это все приготовила. Приятного аппетита. Вкусный кабачок. Да. Будем кушать и, кажется, вдавать. А это что, босат? Да. Девять часов, и я уже хочу спать. Ну, мы где-то сегодня, может, в десять ляжем и до одиннадцати посмотрим телек, да? И вот он. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Блюдо получилось вкусное, судя по всему. Угу. Ура. Наса все-таки и ест. Лук, кстати, вот этот очень вкусный получился. Обалдеть. Подписывайся на канал В.Виктория. Вот так и надо сказать. Ну, ну, нет. Нет, не только. Да, надо. Давай. Приготовьтесь. И... Подписывайся на канал В.Виктория.